Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами поделиться покупками, которые я сделала в Америке. Ну, не всеми, двумя только, которые очень помогут вам делать более качественные снимки ногтей, ну и, собственно, чего угодно. Если, конечно, вы умеете делать красиво, фотографировать на профессиональную камеру, то, наверное, это вам будет не очень интересно. Но для всех остальных, кто, так же, как и я, например, самостоятельно обычно снимает на телефон и просто ищет способы, как это можно сделать лучше и качественнее. И одна из таких самых распространенных проблем, мне кажется, это свет, потому что часто я вижу хорошие фотографии, красивые ногти, все сделано качественно, но свет страдает. И вот сегодня я вам покажу и расскажу, что я купила, чтобы улучшить все эти параметры. В магазине Best Buy, если вы находитесь в Америке или Канаде, то знаете, о чем я говорю. Я купила вот такой набор Mobile Photography Kit, который содержит много интересных штучек для того, чтобы фотографировать с помощью телефона. Здесь подходит для Android и iOS, то есть, в принципе, для большинства современных смартфонов он подойдет. И вот, кстати, вот эта компания, я заметила, что у них вообще много разных интересных креплений для телефонов, аксессуаров, и они достаточно недорогие. Кстати, стоил он всего 50 долларов. Так, первое, что в него входит, это вот такой вот штатив, который складывается, поэтому его очень компактно можно носить с собой. Когда мы его раскладываем, он выглядит вот таким образом. Вот это крепление для телефона, которое расширяется, то есть, оно, значит, подойдет и для больших смартфонов, такие как iPhone Plus. Вот так мы вставляем телефон, и здесь также можем менять направление, то есть, он может стоять прямо. Если вы хотите просто поставить его на стол и что-то снять, можно сделать под наклоном. Вот, можно и совсем вот так наклонить, но это, мне кажется, не очень будет удобно уже снимать сверху, потому что, видите, сама высота штатива маленькая. Ну, то есть, получается, нужно будет совсем близко руки держать, но, в принципе, какое-то короткое, близкое видео тоже неплохо. И сами вот эти ножки, они, кстати, не прямые, они гнутся, то есть, можно даже зацепиться, получается, за что-то их будет, да, чтобы он вот так раз и держался. И вот, только что, кстати, перед съемкой этого видео обнаружила, что, оказывается, он еще вот так вот складывается. И, кстати, все вот эти аксессуары идут, что мне тоже очень понравилось, вот в такой вот твердой сумочке. То есть, там просто много мелочей, которые, мне кажется, легко растерять, и когда они идут все вместе, это очень удобно. Что тут есть еще? Вещь, которая очень важна и очень нужна, это свет. Он выглядит вот таким вот образом, и он одевается на телефон через порт для наушников, то есть, мы его вставляем, и дальше тут есть on-off, включаем. У самого света есть три режима, максимальный, средний и маленький, извините, что я вам свечу в глаз. То есть, ну, вот таким образом это будет выглядеть, и вот этот свет, он заряжается с помощью маленького провода от USB, то есть, он на самом деле будет работать и вот просто вот так, без телефона, просто, ну, вам будет неудобно его держать, потому что он достаточно маленький, а так он раз, и крепится к телефону. Вот можем, давайте попробуем, как он будет освещать. Так, поставим сначала на слабый свет. Сейчас просто и так светло, поэтому это, конечно, трудно будет увидеть разницу, но вот сейчас я, да, свечу на себя, представим, что это на телефоне, слабым светом. Так, теперь я ослепла, и вот на высокий, на максимальный, видите, в общем-то, разница есть. И сейчас, опять же, просто день, но вот я пробовала уже с этим светом в ночное время, он очень хорошо освещает передний план, то есть, человек получается светлым, ну, а фон, соответственно, темным. Но, конечно же, интереснее посмотреть, собственно, для чего нам это нужно, как это будет освещать ногти. Одеваем свет. Давайте, наверное, начнем с... Так, режим фото включила, с максимального. Ставим... Включаем на он, на максим... Ну, хотя нет, давайте на среднем, чтобы было более... Так, так, переворачиваем, нам же нужно освещать то, что у нас есть вот здесь. Так, ищем хороший ракурс, ну, или сейчас, для примера, не обязательно. Вот смотрите, да, видно, насколько белее, да, ярче свет вот на моей руке через телефон, чем которую вы видите вот нам за кадром. Вот, я даже сделаю фото, чтобы мне поставить, чтобы вам тоже было видно. Так, и вот теперь смотрим. Видите, да, действительно он хорошо освещает, но, опять же, сейчас у меня не слишком темно. То есть, в общем-то, и так есть свет, но вот с этим, да, гораздо лучше. Также вы можете просто снять его с телефона и использовать отдельно. То есть, ну, тогда вот где-то отсюда получается практически загородить объектив, мне вам придется. То есть, вот видите тоже, насколько ярче получается свет, ну, только надо вот так вот где-то взять, чтобы вот здесь тени сильно не получалось. Ну, и опять же, в темноте это тоже очень интересно смотрится, потому что получается светлая рука, а все, что за ней темным. Ну, соответственно, вот давайте на слабом режиме попробуем. То же самое, но полегче. Так, кстати, мне кажется, может даже естественнее выглядит. Ну, соответственно, на хай. Сейчас мы переставим. О, ну, вот это совсем ярко, как раз для полной темени. Конечно, для таких вот хороших профессиональных фотографий, наверное, точнее, не наверное, а точно, естественно, этого мало. Но если вы хотите фотографировать на выезде, или вы поехали куда-то, и вы, естественно, не можете тащить всю свою аппаратуру, настольную лампу, или вы едете в какую-то другую страну, где, может быть, там не такой разъем у лампы, то вот это, мне кажется, переносной свет как раз то, что нужно. Так что я ставлю оценку 5 этому прибору однозначно для выездных, таких простых фотографий рук. Это отличный вариант. Дальше в этом наборчике идет микрофон, который вот так же мне еще понравилось, что его можно сгибать. Если честно, я пока что еще его не пробовала и не знаю, как применить. Ну, то есть мы его вставляем в порт наушников, и вы сможете со звуком записывать. То есть здесь, получается, нам нужно будет выбрать либо свет, либо звук, потому что порт-то один. Ну, либо нужно будет купить переходники, бывают, для порта зарядки, вот с таким выходом. Но это удобно, я думаю, будет для съемки видео в шумных помещениях или на улице, то есть где хочется такой более качественной записи. Так что я обязательно это испробую в ближайшие дни. И самое главное, самое ценное в этом наборе, это, конечно же, линзы. Они выглядят вот таким вот образом, маленькие линзы. И самое главное, что нам нужно для них, для телефона, это вот такая клипса. Не знаю, прищепка. Есть три вида линз, которые сюда входят. Это фиш-ай, рыбий глаз, который позволяет делать снимки, вот как в рыбьем глазу. Может быть, вы видели такие съемки в интернете. White-angle, это широкоугольный объектив, который позволяет делать более широкие панорамные снимки. Это удобно, если вы хотите, например, всю комнату целиком сфотографировать, где много людей. Или ландшафт, там горы, я не знаю, реки, побольше это захватить. Ну и, конечно, самое нужное и интересное для нас линза – это макро, которая позволит сделать увеличение и очень-очень сильно приблизить и четко сделать кадр. Сначала нам нужно снять, смотрите, вот так она выглядит. Вот мы снимаем ближнюю крышечку, верхнюю пока что советую вам не снимать. И накручиваем на вот эту клипсу. Все, на самом деле, очень просто. И вот только когда вы уже закрутили до конца, снимаем верхнюю. И вот у нас получается вот такая линза. Стараемся, конечно, не трогать стекла. И теперь одеваем на камеру, если вы, ну, вот с этой стороны. Ее, кстати, можно одевать и на фронтальную, и на вот эту камеру. Нужно убедиться, что вы полностью его одели. Иногда бывает, одеваешь чуть-чуть на бок, и тогда у вас на камере будет часть какая-то черная. Итак, давайте возьмем что-нибудь для примера. Где-то. Приближаемся. О, посмотрите, прямо вся фактура, каждая крупинка видна. Обалдеть, у меня аж даже рука трясется от восторга. Да, смотрите, вот ее реальный размер. Вот прямо каждую, каждую вот эту вот крупинку видно. Надо, конечно, не дергать рукой, чтобы она почетче была. Но смотрите, еще, что здорово, получается ближний объект, он четкий, а фон получается сильно размытым, что очень интересно получается. Давайте еще какое-нибудь фото сделаем. Вот, например, еще красиво, когда несколько объектов. Так, приближаемся. О, даже пузырики видны. К сожалению, не знаю, через камеру вам, может быть, не очень хорошо видно. Сейчас покажу, но на самом деле классно. То есть каждый вот этот сегмент следы. Смотрите, вот видите, даже пузырики от топа, если честно, вот так в реальной жизни их не видно. Ну, надо, в общем, постараться, чтобы их рассмотреть. А здесь такое ощущение, да, как будто вообще все в пузырях. Вот так вот смотрите, это оригинальное фото. Кстати, если вы хотите посмотреть, как делается вот этот и предыдущий дизайн, который я показывала, то пошаговое видео с ними также есть на моем канале. Еще в этот набор входит вот такой пульт, который нужно по Bluetooth соединить с телефоном. И вы можете нажимать на кнопочку, и у вас будет делаться фотография. Это, конечно, очень удобно, когда вы хотите себя сфотографировать, но делать не селфи, а просто фотографию. Либо, например, несколько людей или семейную фотографию. Обычно некому фотографировать. Вот вы ставите просто телефон, нажимаете кнопку, и она сфотографирует. Но у меня нету сейчас батарейки, здесь нужна маленькая батарейка, как для часов. Вот такой вот маленький пульт. Но вообще, это, мне кажется, не самая нужная вещь сейчас, потому что есть приложение, например, CamMe, где вы можете просто отойти на расстояние, поднять руку, и у вас запустится механизм запуска фотографии. Все это у нас помещается, опять же, вот в такой компактной сумочке. И вот, собственно, все, что я хотела вам показать сегодня. Напишите в комментариях, если у вас тоже есть какие-то интересные примочки, аксессуары, которые вы используете для фотографирования ваших работ. Мне будет очень интересно почитать, да и другим зрителям, я думаю, тоже. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...